МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как отметили День пожилого человека в Самарском дворце ветеранов? Какие проекты будут реализованы в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне? В нашей студии Ольга Баранова, директор муниципального бюджетного учреждения Дворец ветеранов Городского округа Самара, и Ольга Петрушкина, начальник отдела патриотической и музейно-просветительской работы муниципального бюджетного учреждения Дворец ветеранов Городского округа Самара. Ольга Николаевна, Ольга Станиславовна, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Рад вас видеть. Добрый день. Здравствуйте. Ну и предлагаю начать, знаете, наверное, немножко с события, которое было не так давно. 1 октября отметили День пожилого человека. Вот как праздновали этот день в Самарском дворце ветеранов? Традиционно, действительно, 1 октября Самарский дворец ветеранов планирует целый цикл мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей. Это и праздничные концерты, это выставки, это новые экспозиции в галерее серебряное созвездие мастеров, это мастер-классы, это честного, неуважаемых, знаковых людей нашего города. Но нам не очень нравится название этого дня, Международный день пожилых людей. И наши ветераны всегда возмущаются и говорят, ну пожилой от слова пожил, а мы живем, наша жизнь насыщенная, яркая. Поэтому каждый год бывают какие-то особенные изюминки, которые подтверждают действительно, что в пожилом возрасте человек имеет уникальную возможность заняться любимым делом, встречаться с людьми, делать полезные дела, быть интересным другим людям окружающим и создавать что-то новое. Что подтверждают, собственно, все те, кто приходят к нам заниматься в наших творческих коллективах. А их у нас сегодня 33. То есть наши ветераны имеют возможность учиться танцевать, петь, заниматься прикладным творчеством, учиться рисовать. Вот в этом году особенность празднования Международного дня пожилых людей была связана с тем, что мы в рамках творческой мастерской, собственно, это коллектив, который уже претендует на театр моды для студии имиджа и стиля, для людей серебряного возраста придумали сделать дефиле. Класс. Причем сами и модели, и то, что на них было, делали участники творческой мастерской. То есть они выходили, демонстрировали то, что шили, по сути, собственными руками. Это были и вечерние платья, это были особые такие яркие вещи из джинсы, например, летние какие-то вещи. Это незабываемо ярко. И надо было видеть глаза наших мастерицев и тех, кто пришли на наши дефиле, потому что действительно вот эти мероприятия мы еще раз продемонстрировали про то, что жизнь продолжается. Жизнь, она особенная, я имею в виду в таком достаточно зрелом возрасте. Но, тем не менее, это возможность, в том числе и самовыразиться. И вот встреча в рамках подготовки этого мероприятия — это стилисты. Это люди, которые, специалисты, сделали макияж, укладки нашим моделям. Как я привести. Это действительно очень достойно, знаково. И мы лишний раз еще продемонстрировали и сказали всем окружающим, что приходите к нам, мы научим вас, как выглядеть достойно, сообразно возрасту, но в то же время с уважением к своему возрасту. Мы научим вас красиво двигаться, мы научим вас говорить, собственно, реализоваться. Ну и вот весь смысл, и в том числе и дней, которые посвящены, вернее, мероприятия посвящены Дню пожилых людей, это как раз лишний раз сказать о том, что приходите к нам во дворец, жизнь только продолжается, только начинается, если вы вышли на пенсию и пришли во дворец ветеранов, а мы сделаем все возможное, чтобы вам в этом помочь. Я, кстати, знаете, вопрос прямо родился в процессе, ведь жизнь идет вперед, и людьми с серебряного возраста становятся люди, которые, скажем так, помнят разные музыкальные направления. Вот какие музыкальные направления были у вас? Потому что я уверен, что сейчас среди людей серебряного возраста есть и рокеры бывшие, и вот разные люди-то на самом деле. Это действительно очень такая серьезная, я бы даже сказала, проблема удовлетворить потребности людей с разными, и в том числе музыкальными потребностями. И вот те же наши концертно-танцевальные программы, которые каждую среду во дворце в 15 часов собирают разную аудиторию, они позволяют в том числе и вспомнить свои вкусы музыкальные и услышать что-то новое, потому что каждую среду мы приглашаем разные коллективы, разных солистов, разные музыкальные направления. Это и джаз, это ретро-советские танцевальные композиции, это муниципальный духовой оркестр и соответствующий репертуар, это современные течения музыкальные. То есть рокеры тоже есть? Есть. В том числе вот наше дефиле продемонстрировало эти течения и в одежде. Когда на подиум вышла самая взрослая модель, которая участвовала в нашем дефиле, она в этом году отметила свое 90-летие. И видеть человека в таком возрасте в джинсовом наряде, в кроссовках, в косухе, в такой очень стильной, интересной, а ее вечернее платье называлось на свадьбу внука. То есть она в своем возрасте шила собственными руками платье, пошла на нем на свадьбу к внуку и была, что называется, да, и в тренде, и актуальной, да, и неповторимой, потому что такого платья ни у кого не было. Поэтому приходите еще раз, повторяю, и, собственно, вот главное выйти из дома. И мы поможем хоть рокеру, хоть людям, которые джазом увлекаются и увлекались. Ну, любое направление мы делаем и стараемся, чтобы люди к нам шли. Замечательно. Вот дожить до пенсии и обязательно, обязательно пойду к вам на какие-то занятия. Ну, и знаете, вот следующий вопрос, который сейчас весьма актуален, это впереди важнейший праздник, важнейший праздник, 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Дата огромная, праздник светлый, хотя и тяжелый, понятное дело. Вот какие проекты запускает Самарский дворец ветеранов в честь этого праздника, потому что понятно, что для ветеранов эта дата, ну, архиважна. Они-то как бы и вообще через это все прошли. Эта дата важна не только для ветеранов и не столько для ветеранов, а на наш взгляд, прежде всего, подрастающему поколению, молодежи. И, конечно, есть проекты, которые мы специально задумали к этой дате. Но вот патриотическое воспитание, увековечивание памяти о событиях Великой Отечественной войны – это одно из основных и архиважных направлений в деятельности дворца ветеранов. Но начать хотя бы с того, что Самарский дворец ветеранов построен в 2001 году, его открытие состоялось 9 мая, и он создан по инициативе участников Великой Отечественной войны. И те идеи, те смыслы, те понятия, которые заложены, прежде всего, участниками Великой Отечественной войны, мы развиваем и поддерживаем. Хотя бы в рамках музеев, которые созданы, вот музеи бывших малолетних узников фашистских концлагерей, он создан самими узниками и открыт в 2008 году. В год 75-летия Победы мы задумали и создали, открыли Музей культуры и искусства Куйбышева в годы Великой Отечественной войны 1941-1945. То есть мы развиваем, поддерживаем, обобщаем, анализируем, дополняем те экспозиции, которые есть. И, конечно, очень жаль, что все меньше становится живых, непосредственных участников тех или иных событий. Но вот я считаю, что новая экспозиция, музейная экспозиция, которую мы задумали и посвящаем ее 80-летию Победы, мы ее назвали «На защите Отечества». И она, ее смысл уже будет несколько шире, чем события Великой Отечественной войны. Мы начинаем с участников Великой Отечественной войны и переходим к современной ситуации, к бойцам, к СВО. Вот Ольга Станиславовна как раз занимается созданием музейной экспозиции. По каким блокам? Расскажите, пожалуйста. Я прежде всего хочу продолжить мысль Ольги Николаевны о том, что новая экспозиция, она будет создаваться и создается в рамках нашего основного направления, это патриотическое воспитание. И поэтому главная задача рассказать не только о герое, но прежде всего о человеке. Поэтому основное внимание предметам, которые мы собираем в экспозицию, уделяется не только с точки зрения их значимости как военного предмета, как военного экспоната, но и предметам, казалось бы, достаточно таким бытовым, гражданским. Расскажу на примере уже созданной части экспозиции, которая посвящена участнику Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы Сергею Сергеевичу Алехину. В экспозиции нашего музея есть материалы, которые рассказывают о его службе в армии, о его службе уже в послевоенное время. Но в большей степени для нас были интересны те материалы, которые были переданы в музей его дочерью. И эти материалы рассказывают нам о том, какую насыщенную жизнь жил этот человек уже в преклонном возрасте. Шутка ли, человек в 92 года сдал нормы ГТО. В 92 года. И вот многочисленные фотографии подтверждения тому, что спортивные занятия, спортивные соревнования были действительно его частью жизни. Кубки, которые он получал на этих спортивных соревнованиях, шахматы, которые он подарил Дворцу ветеранов. И теперь у нас ежегодно проходит шахматный турнир, посвященный памяти Сергея Сергеевича Алехина. И вот эти экспонаты, они дают возможность показать, каким он был человеком. Да, они герои. Да, несомненно, мы отдаем им все необходимые почести. Но важно также еще, что они были прежде всего людьми. И очень интересными и значимыми людьми в истории нашего города уже и в послевоенное время. И там ведь очень важный момент. Какая жизнь у него была насыщена? Мы же когда вот перед программой сидели, общались и готовились. Ведь какие там у вас фотографии в музее? То есть это фотографии, ну, исторические в буквальном смысле этого слова. Их вот трогаешь и понимаешь, что вот она история. То есть человек представитель эпохи, представитель своего времени. И действительно, вот мы не случайно начали нашу музейную экспозицию от солдат Великой Отечественной войны. То есть есть такая профессия — Родину защищать. И вот этот лейтмотив, он пройдет через другие блоки нашей новой музейной экспозиции. Но, в частности, вот второй блок, он касаемо тех необъявленных войн, конфликтов, про которые большинстве своих жителей Советского Союза и не знали. Что наши парни защищали интересы нашей страны, в том числе и за пределами Советского Союза. Это и Куба, и Вьетнам, это Сирия, это другие конфликты. Будем рассказывать и про людей, которые вот принимали участие в этих событиях. Третий блок, он связан с событиями Афганистана и Чечни. Это отдельное направление, и тоже наши парни были там, и наши парни защищали нашу страну, пусть за пределами Отечества. И современная ситуация, когда специальные военные операции, и вновь наши парни встали на защиту нашей Родины, когда уже неофашизм поднял свою голову на Украине. Поэтому я считаю, что вот эта новая музейная экспозиция, она архиважна в современных условиях, потому что во все наши музейные экспозиции, во все наши музеи, прежде всего, приходят школьники. То есть у нас договоры о сотрудничестве, взаимодействии практически со всеми образовательными учреждениями нашего города. В том числе приезжают гости из Самарской области. Вот в субботу у нас были ребята из Георгиевки. Это другие города нашей великой страны. И мы должны рассказывать, мы должны это сохранить и передать последующим поколениям. Поэтому сегодня, в том числе, мы здесь, чтобы обратиться к жителям нашего города, тем, у кого есть родные, близкие, про которых бы мы могли рассказать в рамках этой музейной экспозиции, мы очень будем благодарны. Открытие ее будет в мае уже 2025 года, непосредственно к Дню Победы. И если вы передадите к нам во временное, в постоянное пользование какие-то предметы, экспонаты, фотографии, относящие и рассказывающие про ваших родных и близких, которые защищали нашу Родину, которые сейчас защищают наши, воюют, мы будем очень благодарны. Вот это новый проект, который мы планируем открыть именно к 80-летию Победы. Но есть не менее значимые проекты, которые мы реализуем уже в течение нескольких дней. И в год 80-летия они получат новый виток, новые, так сказать, импульсы развития. В частности, очень интересный проект — это история Великой Отечественной войны в песне. Все мы знаем, что воевали не только штыком, не только снарядом, но и дух советского воина, он поднимался благодаря в том числе стихам, песням, которые были созданы в годы Великой Отечественной войны. Вот этот проект уникальный, где каждая песня Великой Отечественной войны, она рассказывает в том числе и о событиях, но и о людях, которые были причастны к тем или иным каким-то фактам именно истории Великой Отечественной войны. Есть несколько выпусков, они все на сайте Дворца ветеранов. Но вот в этом году, Ольга Станиславовна, автор программы «Память поколений». То есть мы ведем такую большую, серьезную работу с образовательными учреждениями. И в том числе на вот этом проекте будет практически реализован весь цикл встреч. Уже в течение нескольких лет Самарский дворец ветеранов предлагает образовательным учреждениям такой вид сотрудничества, как тематические классные часы. Ежемесячно конкретная тема, связанная с событиями Великой Отечественной войны. И вот в этом году тематика классных часов этого года, она посвящена вот нашему проекту «История Великой Отечественной войны в песнях». К тому или иному событию с сентября, октября, ноября месяца вплоть до мая привязано, может быть, условно, но все равно есть хронологическая привязка создания определенной песни. Например, октябрь месяц, 13 октября 1941 года была подписана авторская подпись, была поставлена под стихотворением Константина Симонова «Жди меня» в Мурманске. Хотя написал он его гораздо раньше, но дата 13 октября, она как бы стала вот такой стартовой. Если мы говорим, например, о декабре месяце, битва за Москву, марш танкистов, и это тоже определенный период истории войны. Поэтому в этом году мы, вот как уже Ольга Николаевна сказала, предлагаем образовательным учреждениям тематические классные часы, которые будут не просто рассказывать о войне, они будут рассказывать о войне посредством тех песен, которые были созданы в это время. И вот эта тема, она позволяет охватить разные возрастные группы, потому что не всегда можно об одном и том же рассказать в восьмом-девятом классе и в первом-втором. А песня – это такая тема, которая, мне кажется, на любой возрастной параллели может зайти. И причем, приходя на такие классные часы, ты зачастую начинаешь замечать, что чем больше говоришь об этой песне, тем больше у ребят появляется интерес. И к концу встречи, буквально, ребята, а давайте мы с вами, вот первые две строчки из стихотворения Симонова. И вы знаете, очень хорошо срабатывает, то есть действительно дети включаются. Поэтому, мне кажется, это вот такой универсальный вариант нашего взаимодействия. Но самое главное, что и школы идут на встречу, и достаточно много заявок на вот эти встречи. Я больше чем уверен, давайте сейчас предлагаю на секундочку сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет, касается как раз взаимодействия дворца со школами, как дети реагируют. И затем продолжим нашу беседу, как раз вот об этом и расскажем. Его первые воспоминания – не счастливое беззаботное детство, а концлагерь «Алитус» в Литве. Иван Ермолаев попал туда двухлетним ребенком в самом начале Великой Отечественной войны вместе с мамой и старшим братом. Потом их в качестве рабов выкупили литовские фермеры, у которых они и служили несколько лет до тех пор, пока советские войска их не освободили. Были мы там как рабы. Мать работала с темна до темна. Везде. И на фермах. Косили, пахало и все, и прочее. Мы, старший брат там что-то делал. Ну, я-то был плохой еще работник. Мы утром встаем, а их нет. Они уехали. А уехали? Почему? Да потому что наши войска пришли. Историю своего детства Иван Павлович рассказал ученикам 22-й школы. Встреча прошла в рамках проекта «Живая память» в Самарском дворце ветеранов. Акция посвящена малолетним узникам фашистских концлагерей и их дальнейшей судьбе. А после разговора ребята вышли высадить в парке Победы восемь лип в честь тех детей, которые смогли пережить эти страшные события. Новые липы продолжат аллею, которая появилась в парке еще в 2000 году в память о узниках концлагерей. Чтобы новые деревья выросли такими же крепкими и красивыми, ребята пообещали, что будут регулярно за ними ухаживать. А в следующем году каждому дереву поставят табличку с информацией об истории жизни людей, в честь которых и высадили липы. Вот мы увидели, как реагируют дети, когда живой участник событий им рассказывает. Особенно такие, ну, важные, страшные темы, как узники, как мученики. Да, сверство фашизма в отношении мирного населения. Это, пожалуй, одни из самых страшных страниц в ходе Великой Отечественной войны, когда дети, старики, женщины действительно испытали в полной мере на себе все то, что олицетворяет собой фашизм. Вообще, тема узников фашистских концлагерей, малолетних узников, это тема Самарского дворца ветеранов. Она имеет уже много, много лет мы взаимодействуем с Самарской региональной общественной организацией бывших малолетних узников фашистских концлагерей. И мы лично знакомы вот и с Иваном Павловичем Ермолаевым, с другими активистами этой организации, которые сделали максимально возможно для того, чтобы сохранить историю о тех страшных событиях. И этой организации сделано много, что вот в плане увековечивания. По инициативе этой организации открыт памятник матерям и детям, жертвам фашизма. По инициативе этой организации открыт музей малолетних узников во дворце ветеранов, он называется «Непокоренные». Они записали, издали много книг, воспоминаний, где главный лейтмотив — этого забыть нельзя. И в том числе аллея узников фашистских концлагерей, которые они заложили, вот как понятно из сюжета, в 2000 году, в год 55-летия Победы. Поэтому, конечно, мы не могли остаться в стороне. И в год 80-летия Победы мы вышли с инициативой продолжить высадку деревьев на аллее узников в Парке Победы, но сделать, опять же, чтобы каждое дерево было посвящено конкретному человеку. Рассказывала про его судьбу, про его жизнь, про то, что ему удалось, вернее, ему пришлось испытать. И очень приятно, конечно, что в такие моменты всегда с нами ребята. Они на экскурсиях, они, в том числе, и по Парку Победы, они приняли участие в высадке аллеи узников. Поэтому и наш проект «Память поколений», она как раз вот такая разноплановая, разнонаправленная и посвящена разным страницам истории Великой Отечественной войны. Мне прежде всего, вот, Ольга Николаевна, хочется добавить, что 22-я школа, они являются нашим уже, ну, достаточно долгим нашим, да, вот уже таким, наверное, даже не слово «партнер», а больше «друг», потому что очень много совместных проектов реализовано. И то, что школа мгновенно откликнулась на эту идею, на деньги, собранные родителям, были закуплены саженцы, от каждого класса было высажено свое дерево. И вот это вот шефство, вот это, наверное, предметное вот такое, предметное обязательство, которое взяли на себя класс, наверное, позволит довести до конца этот проект, потому что сама Алия Узников, когда она создавалась к юбилею, 55-летнему юбилею Победы, самими ветеранами она не смогла быть до конца реализована, потому что деревья, которые они сажали, они на определенном этапе без должного ухода умирали, приходилось досаживать еще. Подсаживать новые, да. И вот, конечно, для самих ветеранов это проблемно. И очень хочется надеяться, что сейчас, когда у нас есть молодые, свежие силы, и вот такая вот активная помощь, хочется надеяться, что эти деревца, они выживут, и они действительно через какое-то время мы сможем наблюдать вот эту чудесную липовую аллею. Поэтому вот это словосочетание «живая память», она вот в рамках этого проекта действительно осязаема. будут расти дети, будут расти деревья, которые они высаживали. И я уверена, что вот этот след от встреч наших, от тех или иных событий, он оставит свой, действительно, след в душе этого маленького ребенка, он вырастет настоящим патриотом нашей Родины. Именно поэтому мы видим свою миссию как раз в этом, чтобы максимальное количество детей, школьников приходила к нам, участвовала в непосредственных встречах, в уроках мужества, в тематических классных часах, в других формах и форматах наших мероприятий. Мы делаем все возможное. Но когда есть отклик от школы, есть отклик от, прежде всего, руководителя, конечно, образовательного учреждения и заинтересованность в этой работе, тогда наше взаимодействие становится более эффективным, более полезным, полезным для детей в плане вот как раз воспитания, патриотизма. Ибо все, вот практически все наши проекты, они для этого. Ну вот, хотя бы я назову сейчас проект создания видеокниги «Трудовой подвиг про трудовой подвиг Самаре. В труде как в бою». Все мы знаем, что в годы Великой Отечественной войны Куйбышев принял на себя особую миссию стать запасной столицей СССР. Сколько было заводов здесь возведено с нуля, сколько приехало рабочих со всей страны. И как одномоментно маленький провинциальный город стал действительно большим, крупным, промышленным, прежде всего, центром. И наш подвиг, вернее, наш проект, он рассказывает о тружениках тыла, о тех больших, взрослых людях, юных, которые встали за станки, которые, не считая со временем, самочувствием, сделали максимально возможное, все для фронта, все для победы. Собственно, как и сейчас происходит, когда мы тоже помогаем ребятам, которые находятся в зоне СВО. Но мы в то же время понимаем, что очень мало людей, живых участников остается, но есть книги, есть книги воспоминаний. Вот «В труде, как в бою» это книга двухтомник, которая была выпущена в 2010 году достаточно ограниченным количеством тиража, но она у нас есть в нашей библиотеке, которая действительно вот на сегодняшний день достаточно тоже представляет из себя уникальный фонд, потому что он состоит в основном из тех книг, которые были подарены вот самими общественными организациями, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Но сейчас труженики тыла уже не могут озвучить и рассказать так, как вот было это тогда собрано. И смысл этого проекта, что ныне живущие люди, берут и озвучивают воспоминания людей, которых уже и в живых нет. И это дополнительный импульс, это дополнительные эмоции, когда я беру книгу и читаю воспоминания девушки 16-летней, которая вот в годы войны повзрослела, и чем она жила, какие у неё были радости. Это же не только труд, это люди продолжали жить, продолжали и радоваться жизни. Не случайно мы все знаем факт истории, что Дом культуры Заря в 42-м? 43-м. В 43-м году был построен. Вот поэтому это тоже такой особый смысл. И вот эта видеокнига в труде, как в бою, история одного героя, она посвящена в том числе 80-летию победы, и уже к маю, победному маю она будет вот в таком формате видеокниги, чтобы и, прежде всего, дети, конечно, они немного сейчас читают, а видеокнига, она позволит приблизить те или иные события. Дать им информацию. Но этот проект ещё и в апреле-майе завершится и соответствующей тематической выставкой. И называться она у нас тоже будет «История одного героя», потому что она будет посвящена конкретному человеку, работавшему в годы Великой Отечественной войны на том или ином предприятии. И вот это вот соединение видеоформата и предметного ряда, который представлен в экспозиции выставки, мне кажется, позволит привлечь больше внимания к этому проекту, потому что мы знаем о героях, которые воевали на фронтах. Но люди, которые ковали победу в тылу, они заслуживают таких же почестей и такого же внимания. и возможности рассказать об этом, это прежде всего рассказать через их документы, через их личные вещи, через их персональную историю. И вот такая тематическая выставка у нас планируется как раз к юбилею, в течение апреля-мая она будет работать во Дворце ветеранов. Я думаю, что это будет достаточно востребованный проект, потому что образовательные учреждения, они тоже заинтересованы в соответствующих экскурсиях, поэтому мне кажется, что не только наши музеи, которые будут работать в привычном режиме, но и вот эта тематическая выставка. Уважаемые гости, время программы, к сожалению, подошло к концу. Мы хотели еще проектов. Спасибо, что пришли. Обязательно встретимся еще. Расскажите о других проектах, потому что на самом деле делается очень большое дело. Ну и, собственно говоря, то, что сейчас происходит, подготовка к 80-летию Победы, ну это одно из важнейших дел. Спасибо. Обязательно встретимся. Напоминаю, в нашей студии были Ольга Баранова, директор муниципального бюджетного учреждения Дворец ветеранов городского округа Самара и Ольга Петрушкина, начальник отдела патриотической и музейно-просветительской работы муниципального бюджетного учреждения Дворец ветеранов городского округа Самара. И помните, что все мы когда-нибудь будем пожилыми людьми. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин